Всем привет, с вами Лиса и Йорик. И это Калавиллафплей. И у нас сегодня новинка. Игра под названием Alfred Hitchcock. Головокружение. Вот у него и закружилась голова. Пока мы не знаем, что с ним происходит. Это похоже на то, что он после пьянки. Не будем делать поспешных выводов. Следы шин. Это похоже на то, что он после аварии. Давай посмотрим. И все узнаем. Ого, а рядом обрыв. Могло бы быть и хуже. Человек. ЧВК. Бомбочкой давай. Мы должны успеть. Мы должны успеть. Не дать ему покончить с собой. А там внизу не вода, что ли? С такой высоты. Это его папа. Надо спасать. Да ему кажется. Это глюки, все. Папа? Я знаю, что это сон. Он сейчас портется. Нет! Нет! А, подожди. Есть короче проблема. Где субтитры-то? Они же... включены, но почему-то не отображаются. Речь выбери русскую. Ага. В игру не завезли русскую речь. Поэтому будем... озвучивать как можем. Моя машина... Дженни. Почему я здесь, а машина внизу? У меня глаза такие большие. Ну так от страха. Он напуган. А зачем тебе такие большие глаза? Он же напуган. Сильно, очень напуган. Папа, нет. Ладно. Дженни, нет. Жить, умереть. У нас больше нет семьи. Прощай. Жизнь. Ты что выбрала? Умереть. Давай. Мы сейчас закончим игру и все. Проишли игру за... Меньше чем полчаса. Нет. Ну почему ты не дал нам пройти игру? Пустите. Пустите меня. Они в машине. Дженни. Я убил свою семью. Фей. Я как отец. Пустите меня. Я убил тебя. Я убил тебя. Да она сейчас в психушку заберут. И самое время посмотреть кинцо и покушать попкорн. Так, так, так. Это у нас кто? О, телефон как у меня прямо. Я скучаю, Джулия. Больше это не повторится. Прошу тебя. О, господи, как он меня наставил, думаю я. Вот. Это показывает, что нельзя кушать попкорн. Видите лицо какое стало. Доктор Ломас, мне нужно с вами поговорить. Это срочно. Она лишь ухмыляется. Все срочные дела будут после кино. Привет, дорогуша. Спасибо, что так быстро откликнулась. Речь о моем старом клиенте, друге, из Биг Сура. Его зовут Эд Миллер. Он утверждает, что по его вине его дочь и ее мать погибли. Он был за рулем, когда их машина упала с обрыва. Он пытался покончить с собой и пролежал неделю в больнице. Он не может встать с кровати из-за головокружения, кажется. Да, и еще у него было обезвоживание. Скорее всего из-за алкоголя. Роберт. Если тебе не сложно, я все оплачу. Транспортные расходы, отель, твой гонорар. Роберт. Все, что понадобится. Кажется, я пропоминаю этого Эда Миллера. Писатель, да? Тот, из-за которого все это началось. Альфред Хичкок. Головокружение, да? Это как переводится, как головокружение. Головокружение, да? МИЛЛАР Клэр Миллер, я доктор Ломас. Роберт Кэрриган, доктор, вы не представляете, как я благодарна за то, что вы возвращаете Эда домой. Это меньшее, что я могла сделать. От Эля сюда далековато. Когда вы будете здесь? Если все будет нормально, завтра рано утром. Я хочу начать как можно раньше. Я буду ждать вас. Так, так, так. Кто это у нас здесь? Приятно познакомиться, Эд. Я доктор Ломас. Доктор. Доктор, чего именно? Продолжить протягивать руку. Игнорируешь, значит, да? О! Так долго думает. Ну все понятно, у него же в голове проблемы. Бакалавра в философии Калифорнийского университета в Беркли, магистр системной семейной психотерапии Мичиганского университета. Зачем, Роберт? Ну зачем? И доктор клинической психологии Стэнфордского университета. Браво, доктор. Ладно. Я дам вам полную заботу действий с моей памятью, моей травмой, моей комнатой и моим... У вас есть один час. Один. У пациента не обнаружено каких-либо признаков травмы внутреннего уха, что исключает все. Эти приступы акрофобии могут быть неврологического происхождения и связаны с последним травматическим эпизодом. А что насчет его дочери и той женщины? Нам что-нибудь известно? Судя по документам, у мистера Миллера нет детей. А что касается той женщины, он называет ее Фэй. Нет ничего. Хотя я с уважением отношусь к вашей просьбе по лечению вне госпиталя. Он мой пациент, доктор. Он не знает, что делать. Он понимает, что самостоятельно ему не вылечиться. Но это не мешает ему чувствовать угрозу с моей стороны. Или это его способ попросить о помощи? Так, мы можем осмотреть комнату. Прикроватный столик. Ни книг, ни пульта, ни паншета, ни телефона. Как он проводит время? Странно. Помятые тапочки. Эти тапочки, они далековато от кровати, не так ли? Так точно, доктор. Если бы у меня было подобное головокружение, и мне нужно было куда-то идти, я бы тоже предпочла ощущать холод пола. Время идет, доктор. Но вы только любите своими тапочками. Больничная утка. Простите за настойчивость, доктор Леннард, но эти головокружения пациента, тошнота, тревожность, что конкретно их вызывает? Да практически все, даже попытка сделать несколько шагов. Насчет этого. Сразу к моим проблемам, да? Со всеми этими вашими степенями, я ожидал большей тактичности. Никто не подтирает меня зад, если вы об этом. Лучше пусть меня вырвет, чем все время тошнит. Мало какие факторы могут столь сильно пошатнуть самооценку, как невозможность самостоятельно справить, ммм, естественные потребности. Ничего удивительного, что Эд в таком состоянии. Ну что, приступим? Тик-так, доктор. Так, почему Роберт Керриган хотел, чтобы я с вами встретилась? Вы вините себя в смерти двух людей, и как вы себя сейчас чувствуете? Давайте начнем по порядку. Как вы думаете, почему Роберт Керриган попросил меня встретиться с вами? Потому что он богат, чувствует вину, и ему просто скучно. Я думала, вы были друзьями. А это что-то меняет? Вы утверждаете, что по вашей вине погибли ваша дочь и ее мать. А вы не хотите мне верить? Естественно. Нет никаких документов о рождении вашей дочери. Я ее еще не признал отцовство. Все произошло слишком быстро. Как вы себя сейчас чувствуете? Довольно дерьмово. Как будто ко мне пришла какая-то идиотка и начала посыпать солью мою рану. Если вы готовы уделить мне лишь час, можно отвечать так, чтобы он был хотя бы плодотворным. Джерембова. Почему? Почему? Из-за того, что я потерял дочь. Из-за того, что я убил двоих людей. Из-за того, что все считают меня психом. Из-за того, что я ссул бутылку, будто бы созданную... Из-за того, что все это нереально. Из-за... Из-за вас. Так что сойдет дерьмово, или мне продолжать? Все будет хорошо, Эд. Кто дал вам ученую степень, доктор Сьюз? Убедите меня, что эта женщина, Фэй, существует. Что вы хотите узнать? А что вы готовы рассказать? Это было... Примерно год назад. Я как раз собирался сесть поработать. До этого я несколько лет был в творческом кризисе. Но вспомнил кое о чем, что я дажды сказал в интервью. Сегодня мы поговорим о том, как вновь пробудить свою креативность с Эдом Миллером, автором книги «Децом в землю», возглавший чарт в этом месяце. Эд, могу я назвать вас Эдом? Добро пожаловать, и мои поздравления. Спасибо. Хотя я не был уверен, что вы берете взятки. Хорошая игра, да? Ха-ха-ха-ха. Хочу уточнить, что это шутка. Не забывайте, Эд. Вы на общественном радио. Так это хорошо. Значит, никто все равно не услышит. Ха-ха. Ладно, хорошо. Итак, Эд. У вас когда-нибудь был синдром чистого листа? Он у меня постоянно. И как вы с ним боретесь? Я устраиваю что-то вроде, не знаю, разминки. Если разум не хочет начинать, значит, нужно обратиться к телу. Вот я и позволяю глазам искать отправную точку. После того, как глаза находят нужное слово, наступает черед пальцев. Я позволяю им писать все, что им захочется. Отталкиваясь от этого слова, главное не думать. Дать ему волю. Так, страх, отвращение, гнев. С чего мы начнем свой рассказ? С гнева. С гнева начнем. Висельное дерево больше не выдерживает. Агрессия. Последний преступник, повешенный на ветвях дерева, несколько часов назад демонстрирует весьма странное поведение. Он борется с петлей, пытаясь ослабить ее уши и корчится, задыхаясь. Подозрительность. Когда оно чувствует запах гниения, проникающего в его ветви, оно начинает подозревать. Ты так же работаешь? Да, я точно так же составляю свои рассказы. Киска. Дай шарай. Эй, хозяин. Или в тапке носу. Ах, черт, опять весь настрой сбил. Серьезно? Ну, пойдемте кормить его, так уж и быть. Так, у нас есть беспроводная зарядная станция. Что там? Айфон. Привет! Угадай, кто звонит. Ты, наверное, даже не представляешь, откуда у меня твой номер. Знаешь, я бы хотела снова с тобой встретиться. О, и кажется, я потеряла сережку. Если найдешь. Неплохой такой же домик. Живем по современному. По богатому. Я бы тоже от такого не отказалась. Кот уже сам готов забраться и взять свою пачку. Мяу. Лиса, переводи, о чем это они? Хозяин, покушай, дай. Три штучки. Ты что, офигел? И это все? Сам ешь. Иду, Сэмвел. Пожалуйста, откройте дверь. Мишку наполняй. Он такой медленный, прям как я. Привет. Здравствуй. Ого. Так больно. Придется ампутировать? Как-то слишком жестоко. Ох, мне больно даже просто смотреть. Ты что, хотела, чтобы я потерялся зданием? Ээээ, нет. Я споткнулась и... Можешь мне помочь? Мой телефон сел, а других домов поблизости нет. Я не врач, но надавить все плохо. Я немного занят, но... Давай я вызову тебе скорую. Нет, не надо. Я сейчас в поезде работы. Ни страховки, ни денег. Мне нужно прилечь. Пожалуйста. У нее тоже большие глаза. Ну ладно. Проходи. Посмотрим рану. Но если зальешься кровью, отирайся вам будешь. Почему у него футболка с дыркой? Можно на тебя опереться? Может, стоит спрашивать до того, как на кого-либо операться? Ой, ой, ой. Постой. Помедленнее. Подожди, подожди. Не так быстро. Не пойми меня неправильно, но... Было бы быстрее, если бы я тебя отнес. Я могу идти, просто иди помедленнее. Ом. Отнеси меня. Как она вообще смогла тогда дойти до дома? Ладно, эй, мне придется... Взять тебя вот здесь, хорошо? И здесь. А затем поднять. Не возрождаешь? Да, хорошо. Можно на тебя опереться? Ладно, понимаю. Хорошо. Кот просто в афиге. Эй, я настолько тяжелая. Если бы ты только сняла свой рюкзак... Так. Теперь я тебя отпущу. Постой, постой, подожди. Дай-ка я сниму рюкзак. Сейчас? Ты хочешь, чтобы у меня и спина заболела? Моя уже болит. Хорошо. Можно? Да, можно. Точно? Да. Хорошо. Фух, наконец-то. Спасибо. Они-то еще уже целуются, да? Так, я пойду наверх и продолжу писать. Это я должен был устать. Все нормально? Все нормально? Удобно? Думаю, удобно, насколько возможно. Спасибо. Эм... Как ты сказал, тебя зовут? Меня зовут Эд. Спасибо, Эд. А я Фей. Не мог бы ты принести немного льда? Давай свой телефон, я его заряжу. Мне не сложно. У нас же там целая станция. Я оставила машину у входа в парк. Как только опухоль спадет, я вернусь туда и больше не буду тебе мешать. Хорошо? Как будто у меня есть выбор, подумала. Так, у нас есть задача помочь Фэй принести лед и зарядить телефон. Теперь мы не одиноки. Так, зарядка у нас вот здесь. А где ты видишь дырку? Дырку? На... А вот на плече у него, видишь? Так это в него стреляли. Такая маленькая. Это пятно! И сзади вон пятнышки, видишь? Он весь дырявый. Так, лед. А где? Вморозивайте, конечно. Не мог бы ты принести его гольда? Дразнит ее? Конечно, бывало. Стой! Стой! Аккуратно! Сейчас завизжит. А нет. Ох, как хорошо. Я буду сверху. Может быть, тебе стоит поспать? Хорошая мысль. Я посплю. Не дать Фэй замерзнуть? Интересно. Ну, принеси одеяло. Давай согреем ее. Она замерзает. Сделай что-нибудь. Ну, так и будем любоваться. Ну вот, дадим ей плед. Давай, слезай. Ну же, шевелись. Слезай давай. Так взял бы, просто киску ей дал. Киска же закрывает. Но. И вылечили. И укутали. Все, теперь мы можем пойти работать. И телефон ей зарядили. Вот так начинаются первые знакомства. Фэй. 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 Ты здесь? Я здесь. Наверху. А, здорово. Я думала, ты ушел. Фэй. Фэй. Лед сработал. Моя лодыжка как новая. На тебе все быстро заживает. Как и всегда. Кстати, спасибо за плед. Благодари кота. Это его плед. Кота? Смело. Лично я бы предпочла замерзшую девушку недовольному коту. К тому же, я быстро согреваюсь. Ты уже ел? Что-то я кушать хочу. Сейчас принесу пиццу. Что-нибудь? Мое любимое блюдо. Это местное фирменное блюдо. Я его вчера заказывал. И позавчера. В холодильнике даже могло что-то остаться. Остатки чего-нибудь? Это даже лучше. Маша, я посмотрю в холодильнике. Ничего не заказывай, хорошо? Она уже ест нашу еду. Что такое-то? Она уже чувствует себя как дома. А мы и не против? Так сработает ли она? Что за марка ноутбука? Значок похож на Ubisoft. От любого дерева можешь ты есть, только от этого не ешь. И хранило то, что тот, кто дал им все, больше им не доверяет. Убитые горем от осознания того, что они лишь игрушка для их единственного друга. Они в изнеможении оседают на землю у самого дерева. Хотите победить? Шепчет раздвоенный язык. Интересные он рассказы пишет. Кое-кто выглядит довольным. Я не вовремя. А? Порнуха? Остатки чего-нибудь? Порнуха. Это не я, это не... Я пишу. Оу, ты пишешь? А что именно пишешь, Эд? Почему сразу нужно было подумать о порнухе? Что это такое? Все вы такие... мальчики. Это она такая. Она озабоченная. Честно? Я ничего не писал уже несколько лет. Сегодняшний день исключение. Ого! Значит, и отметить нужно исключительно. Считай, что это мой способ тебя поблагодарить. Ага, нашему вину. Как-то она быстро крутит тут отношения. Не просто так она к нам зашла. Я думаю. Тост? Может быть, ее кто-то подослал? Вот-вот-вот. Чтобы мы быстрее написали свою книгу. А потом она возьмет и украдет ее. Можно узнать, где ты его взяла? На твоей кухне. Я искал остатки чего-нибудь в шкафчиках и... Я пустил в свою дом воровку, и она громадула мою кухню. Хм. Хочешь от нее избавиться? Больше всего на свете. Тогда у меня есть идея. Напои ее. Хм. И как мне это сделать? Ну, это зависит от тебя. Может, с помощью тоста? Завила в плей. Хочешь узнать еще что-нибудь? Спрашивай. Можешь задавать вопросы, пока бокал не опустеет. Чем более рискованный вопрос, тем больше будет готов. Ну, точно не про сколько тебе лет. Я не буду задавать тебе классический вопрос про работу или учебу, но ты работаешь или учишься? Ни то, ни другое. Я только защитила депо. По... Психологии. Тьфу. Хм. Маленький глоток. Нифига себе, всусалая. Что ты делаешь у озера Серо? Никогда не догадаешься. Еще кое-кого. Кого? Если честно, пока не знаю. Хм. Маленький глоток. Да, она нас искала. Хорошо, у тебя остался последний вопрос. Не обожайся. Хм. Хочешь остаться здесь на ночь? Она уже и в нашей рубашке ходит, что ли? Кажется, да. Она сделала большой глоток, это типа да. А ты меня укроешь, как в прошлый раз? Даже лучше. Даю слово. К черту работаю. Слова. Теперь я понимаю, почему твой язык так хорошо подвешен. Вольф, Бирс, Плэд, По, сколько трагичных смертей. Мне пора испугаться. Там нет моего любимого сына красного корсара. Эмилио Сальгарри, верно? Угу. Как он умер? Эм... Самоубийство. Мне точно пора испугаться. Эй, смотри. Этот еще жив. Я спасена. Это его книга. Ты любишь Эд Миллор? Говоришь так, будто тебе нет. Эм... Не в этом дело. Знаешь что? У меня есть целая история, связанная с этим парнем. Ха, и что за история? Плохо. Что-то мы совсем свой бокал не пьем. Он встречался с тобой, а затем просто исчез? Что? Нет. Мне было примерно 13. Я была одержима этой его книгой, ну, в более дешевом издании. Я узнала, что у него будет автограф-сессия в Росморбус. Я сделала вид, что заболела, чтобы не ходить в школу, но мои родители не поверили. Попыталась уйти во время перерыва, но меня поймали. После школы я бежала так быстро, что у меня сломался каблук, и я вывихнула лодыжку. Но я добралась. Встала в очередь и ждала, ждала. Дождалась, что передо мной оставалось всего несколько человек, а затем заявился тот старикан, его издатель, кажется. Белые волосы, белый костюм. Ты еще здесь? А как же интервью на радио? И увел его. Конец. Я даже лица его не увидела. Домашний арест был даже хуже лодыжки, но все равно не настолько плохо, как ощущение разочарования. Ничего удивительного. Мне было 13 лет. На том дешевом издании ведь не было фотографий Миллера, верно? Я бы запомнила. Но на этом она есть. Не хочешь увидеть его лицо? Да. Нет. Да. Первое, что ты мне сказала, что тебя зовут Эд. Я должна увидеть своими собственными... А, Петроний, что я тебе поговорил, а? Прости, больно? Ничего, все в порядке. Думаю, я просто ему не нравлюсь. Ему ни одна девушка не нравится. Такой собственник. Ау. Так у тебя тут много разных девушек бывает? Нет, никто сюда не приходит. Только мой сосед, Семюль Франклин. Оу. Хочешь, я закрою дверь и выключу свет? Или лучше принести еще бокальчик? В любом случае, мне уже 23. Я никогда ничему не научусь. Ты помнишь песню, которую Бастер поет в конце книги? Я же ее написал. И музыку ты написал? Это же роман. Там нет музыки. Ее не слышно. Слышно. Что? Как? Спой. Спой. Нет, не буду. Ну же. Спой. Нет, 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 нет. Пожалуйста. Спой мне. Спой мне. Спой мне. Спой мне. У тебя очень приятный голос. Я уверен, ты отлично поешь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...